Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». И сегодня мы будем читать 23 главу этой книги. И первая тема – это призыв к справедливости. «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Вот здесь говорится о том, что если кто-то распространяет худые слухи о том или ином человеке, то он нечестивец. И если мы просто выслушиваем то, что он говорит, мы как бы протягиваем ему руку одобрения. А мы должны именно возмутиться. Потому что пустой слух – это ложь и неправда, которая говорится о другом человеке в его отсутствии. И этот человек не может сам за себя заступиться. Поэтому это должны делать мы. И есть очень серьезная опасность. Например, кто-то обвиняет другого человека в воровстве. Вы выслушали этот слух и никак не возразили против этого слуха. Что с вами произойдет? В день страшного суда вас будут судить за воровство. Таков закон Божий. В нем сказано, если кто-то кого-то в чем-то обвиняет, а это не так, то он будет наказан за то, в чем он обвинял другого человека. А если в вашем присутствии это происходило, вы не возразили, вы получите то же самое, что и сам распространитель пустых слухов, пустых, то есть реальных фактов, никаких за этими слухами не стоит. И ваша беда будет заключаться в том, что вы даже не будете понимать, что этот грех лежит на вас. Или, например, вы человек целомудренный, сохраняете верность своей жене, но вы услышали слух о другом человеке и приняли на веру, не возразили, и в чем обвиняли этого человека несправедливо, вы будете наказаны за это в день суда. Это закон Божий. Мы сами об этом просим Бога, когда читаем молитву Господню, в которой есть слова, «И остави нам долги наши, як уже и мы, то есть как и мы, оставляем или не оставляем должникам нашим». Далее идут слова «Не следуй за большинством назло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Здесь говорится о том, что верующий человек должен дистанцироваться от коллективных грехов своих современников. И мы не должны следовать за большинством назло, потому что инстинкты большинства, толпы, так называемый демократический выбор, как говорят сторонники большинства, это всегда что-то разнузданное, это философия широкого и пространного пути, конец которого плач искрежет зубов в аду. Путь христианина – это узкая тропа. И толпа, выбирая между Христом и Варавой, то есть дьяволом, будет избирать всегда Вараву, убийцу, за которым маячит дьявол, а Христу будет кричать «Распни, распни, распни его». Таким образом, мы должны дистанцироваться от коллективных преступлений современников. У нас не должно быть такое майданное восприятие жизни, если там толпа что-то кричит, прыгает, скучит, это не значит, что это правильное решение. И это связано с каждой страной. Везде есть своя философия, большинство, и от всего этого мы должны, конечно, дистанцироваться. Тем более, если очевидно, что большинство следует за злом, и нам не надо решать тяжбы той или иной, именно отступая вместе с большинством от правды. Даже если это суд присяжных, но мы знаем, что их решение, оно неправильное. «И бедному не потворствуй в тяжбе его». А о чем это? Бедный человек сам по себе вызывает сострадание. Но суд должен быть нелицеприятен. Как по отношению к богатому, так и по отношению к бедному. Если там бедный совершил преступление или богатый, наказание, в общем-то, одинаковое. Если это, конечно, не касается преступлений, связанных с насущными потребностями человека. Например, человек украл хлеб, потому что ему нечего было есть. Это, конечно, смягчающее обстоятельство. И далее. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего, упавшим под ношую своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Это очень интересная заповедь. Посмотрим, какие есть объяснения. Климент Александрийский в «Строматах» пишет. «Писание в силу естественных причин учит нас считать, что найденное верено нашему попечению, а также что не следует питать ненависти к врагу». И еще тоже в «Строматах». «За прощением обид следует нравственная чистота, а за ней прекращение вражды. Так мы приходим к единодушию, которая ведет к счастью». И если ты застанешь кого-либо, кто обычно бывает враждебно настроен, и увидишь, что он находится во власти вожделения или страсти, то обрати его к нравственной чистоте. Итак, вот эта заповедь, которая учит нас, что вола врага или осла врага, заблудившегося, надо привести к нему к врагу, или если мы увидим осла врага, упавшим под ношую своею, то не оставлять его развьючить вместе с ним. С ним это с хозяином помочь. А что это дает? Это прекращает вражду. В любом случае. Блаженный Августин учит, «Мы не любим тех, кому делаем зло, и любим тех, кому делаем добро». То есть добро обладает очень деятельной силой. И если мы сделаем добро даже врагу, это меняет наше отношение к нему. И он это почувствует, и с его стороны тоже может прекратиться враждебность по отношению к нам самим. Далее. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего, удаляйся от неправды, и не умершвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Это призыв правильно вершить суд, а если человек не судья, а иметь правильное представление о человеке, то есть не совершать внутренний суд над ним. «Даров не принимай». Дары – это взятки. Ибо дары, то есть взятки, слепыми делают зрячих и превращают, то есть искажают дело правых. Проблема, связанная с коррупционными скандалами, вот эта система взяток, очень распространенная в нашей стране, это беда и головная боль. Еще Салтыков Щедрин писал, «Если я умру, через сто лет встану, увижу то же самое, что и сейчас. Пьянство, взятки, кражи, доносы». Далее идет заповедь о пришельцах. «Пришельца, не обижай и не притесняй его. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». Вот эта мысль, она несколько раз проходит по тексту Закона Божия. Вы сами были пришельцами, имейте сострадание к пришельцам. Пришельцы – это переселенцы или просто путники, которые проходят через нашу землю. Мы должны к ним относиться с сердечным каким-то вниманием. Если, конечно, они не ведут себя агрессивно. Далее говорится о покое седьмого дня и седьмого года. «В шесть лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоей». То есть по закону Божию человек мог собирать урожай в течение шести лет, а седьмой год он урожай оставлял бедным, нуждающимся пришельцам. Они имели право собирать весь урожай. Это был как бы налог на бедных. «Шесть дней делай дела твои, а седьмой день покойся, чтобы отдохнул волк твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец». Здесь закон Божий настаивает на том, что каждую неделю люди имеют право на отдых, и не только люди, но и скот, и не только хозяева, но и рабы, и их дети. Далее идет запрет упоминать имена других богов. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Вот эту заповедь нарушают те, которые читают всякие мантры, там, маха-мантры и так далее, где называются имена чуждых богов. А здесь сказано, «Да не слышится оно, то есть имя другого бога, из уст твоих». То есть стараться даже не произносить эти имена, которые обладают некой такой мантрической бесовской силой, потому что за каждым идолом скрывается какой-то бес. Если мы называем имена других богов, мы как бы призываем этого беса к себе. Далее идут законы о трех праздниках и другие обрядовые законы. «Три раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авиба, ибо вон ты вышел из Египта». Это установление о Пасхе, о еврейском Песахе. «И пусть не являются предлицом мое с пустыми руками, то есть когда праздничный день, мы должны к праздничному дню откладывать какие-то приношения на храм. Это очень благочестиво». Далее. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сел на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою». В нашем случае это праздник преображения, когда мы освящаем плоды земли. «Три раза в году должен являться весь мужской пол твой предлицо владыки Господа твоего». То есть мужчины должны проявлять большую активность в религиозной жизни, чем женщины, дети и старики. Потому что мужское начало – это деятельное начало, если они будут об этом помнить, то тем более за ними потянутся те, которые в подчинении у мужчин, их жены и дети. «Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои, не изливай крови жертвы моей на квасное, и туг от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра». Запреты изливать жертвенную кровь на квасное, все квасное, оно ускорит разложение крови. Это неблагочестиво. А то, что туг от праздничной жертвы не должен оставаться до утра, весь туг принадлежит Господу, жир сжигали на жертвенном огне. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего». То есть мы должны благодарить Бога за сбор любого урожая. «Начатки плодов земли». То есть здесь имеется в виду, что разные типы злаков созревают в разное время. И разные фрукты, овощи мы собираем в разное время. Но всякий раз, когда идет сбор урожая, чего-либо, мы берем и начатки приносим на дом Божий. Кстати, когда я служил в Сибири священником в Новосибирской епархии, то там было заведено, верующие забивали скотину, они обязательно что-то приносили на храм. Далее говорится «не вари козленка в молоке матери его». Для еврейского народа это очень важный принцип, потому что это запрет на любые формы цинизма. Это верх цинизма варить козленка в молоке его матери. Ведь это молоко предназначено для этого козленка. Если кто-то это делает, это верх цинизма. Ну, трудно, конечно, представить городского жителя, который купил козленка, потом молоко его матери, и вот стал нарушать этот принцип. Поэтому мы должны спроецировать этот принцип на любые проявления цинизма, цинизма, которые недопустимы, и особенно по отношению к ближним. Если это недопустимо по отношению к скоту, к животным, то тем более к людям. Любые формы цинизма под запретом. Далее, с 20 стиха по 33 Господь обещает израильтянам свою помощь и защиту. И прежде всего, в начале здесь Господь говорит, вот я посылаю пред тобою ангела моего хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил тебе. Имеется в виду ангел лица Божия. В понимании древних отцов это и есть божественный логос, божественное слово, то есть Сын Божий. И здесь наименование ангел усвояивается ему как некая такая метафора. Ангел – это посланник. Отец говорит, обращаясь к людям, через слово, то есть через Сына Своего. И обратим внимание на 27 стих. Ужас мой пошлю пред тобою и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Но ужасом уже являлось то, что все народы узнали о том, как евреи прошли сквозь Черное море и как погибло войско египтян. Это уже был ужас. То есть вот эти слухи, которые распространялись о поражении Египта, этой мощной цивилизацией, это, конечно, помогало евреям проходить беспрепятственно. И далее говорится о том, что нельзя смешиваться с жителями, которые идолопоклонники, если войдете в землю обетованную, потому что для Бога очень важно, когда мы выстраиваем семейное единство не только на основании плотского влечения, но прежде всего на духовном родстве друг к другу, когда и муж, и жена исповедуют одну веру. Итак, сегодня мы с вами читали 23 главу. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 24 главу. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спасибо всем, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok